В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». Сегодня у нас в гостях вице-мэр столицы Эха Верк. Эха, доброе утро! Доброе утро! Сегодня поговорим о парке Тамсары и любимом кафе таллинцев и гостей столицы Девичья башня. Начнем с Девичьей башни и какие изменения грядут? Да, Девичья башня, там кафе было уже давно-давно. Мы помним, когда в 80-х годах открылась там кафе, и это место было очень популярным среди местных людей и, конечно, среди туристов. А теперь после реновации открылась там не только кафе, а также кафе-музей. И что там происходит? Там же есть и концерты, и по субботам там можно слышать интересные лекции об истории Тайлинна. Так что хорошо идти и кушать, например, эстонской кухни. Я очень люблю там взять, например, блюда с рыбами и также слышать там лекции. Так что добро пожаловать! Парк Тамсары сейчас на финальной стадии реконструкции находится, и там тоже появится кафе. Да, это тоже связано с историей, как и Девятья башня. И что там будет? Там, кто еще помнит, я думаю, что этих людей уже очень мало, но это место было когда-то рынок. И решили, что в парке точно не хватает еще кафе, как в Риге. Там тоже Рига, центральный парк, есть замечательный кафе-ресторан. И думали, а почему у нас нет? И что, давай будем сидеть и в нашем центре города. В центре города. В центре города у нас там зоопарк, где тоже должен быть какой-то хороший кафе. И так что сделали конкурс среди архитекторов, и теперь найдем, кто будет строить этот павильон. И там в следующее лето будет строен кафе-ресторан. Помимо кафе, что еще планируется в парке Тамсары? Какие изменения еще грядут? Да, будет два зона. Это первая зона, где можно отдыхать спокойно, а другая, где разные виды что-то заниматься. Например, это наш павильон-кафе в том активном зоне. И еще там зона, место, где может проводить, например, ярмарк и так далее. А еще одна очень интересная новость. Я думаю, что уже люди слышали об этом, но все-таки. Что мы хотим, чтобы было бы побольше зоны, где нет автомобилей. И эта зона будет расширяться, я так понимаю? Сейчас, где Пернусские саши, около Драма Детра, вот там не будет будущего совсем автомобиля. Только общий транспорт будет там ездить. Ну и, наверное, зеленые насаждения и прочие приятные для пешеходов места. Да, будем сделать город Таллин больше приятным людям, чтобы хорошо было гулять. И, конечно, в парке будет новый мебель и скамейки, и свет, и дороги. Так что все-все будет новым видом к 100 лет Эстонии. А памятник? А памятник поставят в другом месте. Но он сохранится. Ну да, конечно. Спасибо большое, Эхо. Успехов вам. Спасибо. Информационный блок «Доброе утро», Таллин подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была вице-мэр Таллина Эхо Верк.